Ребятулики, ребятулики и девчули, я всех приветствую на своем канале. Сегодня такая интересная продажа. Продал книги. Букинистика довольно-таки вредная ветка в антиквариате, потому что тяжеловато продаются, честно скажу. Не очень я люблю возиться с книгами, они тяжелые, требуют ухода, там заводятся жучки, при неправильном использовании, при неправильном хранении книги. Могут съесть даже, повредить полностью книгу с листами. Появляются, если разная в комнате температура, появляется желтизна на страницах, черни, грибок очень часто появляется. Поэтому те, кто занимаются букинистикой, они знают, что они как и марки, почему я не люблю ни боны, ни марки, ни открытки, календарики, потому что это бумага. Бумага это постоянно с ней возня, постоянно какие-то случаются негоразды. Вот так вот у меня пролежала книга Сталина, и ее съели реально жуки. Это вообще жесть. Классная книжка, сороковых годов. Так, ну, что удалось продать? Четыре энциклопедии. Пусть вас не удивляет, что... Сейчас многие скажут, ой, это дешево, поверьте, это очень дорого и классно. Энциклопедии о еде, в основном продукты питания. Значит, помните, я покупал две книги, по-моему, во Львове, 19 век. Ну, тоже они там... А нет, не во Львове, не во Львове, в Харькове. В Харькове это я с тарелками покупал, они мне по 100 рублей достались. Вот, энциклопедия практически бесплатно мне досталась. И пять книг о деятелях искусства. Это Ульянов, Лапкев, Авакумов, не помню, какие там еще. Ну, вот, тоже они там мне что-то за копейки, их по 10 рублей покупал. Ну, в принципе, такой неплохой наварчик. Тоже чуть-чуть заработал, это тоже хорошо. Ну, вот, ну, как-то так, ребятки. Для того, чтобы разбираться в этом бизнесе, нужно обязательно обучаться. У нас есть обучение нумизматики, антиквариату, походы на барахолки, уроки по бонам, пиар ваших девственных каналов. А с вами король нумизматики, бог антиквариата, император всех бон, голден бой, миллионер, перекупщик.